Последняя провокация Михаила Задорнова, так можно озаглавить, для меня, конечно, это было трагическим известием смерти Задорнова, которого я считал своим единомышленником, наверное, даже единственным человеком, с которым, ну, не единственным, но, по крайней мере, их буквально единицей, с кем, мне кажется, у нас абсолютно одинаково резонировали все наши чувства и мысли. Мне он почему-то казался вечным и был примером во всем практически. Даже мне трудно сказать пример, поскольку не такая уж большая разница в возрасте у нас, мы как-то так получилось воспитаны одинаково, родители у нас одинаково воспитали и мыслили одинаково, поэтому я чаще не брал пример, а удивлялся идентичности, понимания и формулировок. И именно это мне делало этого человека близким, а слово сатирик я никак не могу к нему применять. Что касается провокации, ну, конечно, он был провокативен, собственно, и я тоже провокативен, ну, надеюсь, в положительном таком варианте, в публицистическом варианте. Я прекрасно понимаю его гротески и шаржированные преувеличения, резкости, которые отсутствуют, например, у меня в личном общении, в моем характере. Но в публицистике, когда нужно доносить бескомпромиссные какие-то мысли, то мягкость играет не на пользу и требуется такой жанр, как шарж, гротеск, такие приемы. Поэтому провокативность – это нормально. Но вот то, что произошло после его смерти, на шабаше, который устроил шоумен Малахов своей телепередачей, меня очень удивило, может быть, настоящей провокацией, что ли. Ну, во-первых, Андрей Малахов не применил тут же изжарить свою утку желтую и под видом скорби выпустил очередную шоу-программу. На костях еще, в общем-то, непохороненного человека. Мне это мерзко. Но там прозвучала мысль и была подтверждена, вроде бы как, даже как бы свидетелем, о том, что Задорванов перед смертью принял православие, оцерквился, окрестился, не знаю, как это у них называется. Может быть, даже и так. Может быть, даже и так. Я помню, как мой отец, ну, в общем-то, настоящий коммунист, вступивший в партию во время войны и по своей сути, будучи очень твердым таким человеком, принципиальным человеком. Тут именно коммунистам в хорошем смысле слова, а такие, поверьте, были, я их знаю, да. Он перед смертью тоже проявил какую-то слабость и попросил меня, вернее, не попросил, он как бы пошутил. Он сказал, говорит, а что, не позвать ли нам священника, может быть, мне креститься? Я, сидя у его умирающего, был, конечно, удивлен этим, сказал, да ты что, отец, всю жизнь был коммунистом и хочешь, чтобы тебе крест поставили на могиле. Он так смутился, говорит, да, конечно, это глупость. Вот, хотя мне до сих пор как-то вот неуютно, что я, не знаю, очень трудно судить людей на смертном одре. Точно так же, как и решение Задорнова. Но, с другой стороны, у меня есть очень-очень большие подозрения. Вот, есть, я не могу никак вот избавиться от этого чувства, что что-то тут не так, что-то тут не так. Во-первых, если он все-таки принял православие и крестился, то навряд ли это вот как-то связано с РПЦ, которую, ну, мы же знаем, он ее критиковал очень сильно, да. Ну, ладно, пусть это будет чисто такой православный обряд без вот этого вот церковного, церковной мишуры. Это было его личное дело, наверное, да. Я думаю, что Задорнов все-таки был человеком очень порядочным и правильным, скажем так. И навряд ли бы он даже хотел, навряд ли бы он хотел, чтобы вот этот факт был популяризирован. Вот о чем речь. Ну, конечно, его нельзя было скрыть наверняка. Но то, что вот это нужно было выносить на публику, это какая-то пропаганда, которая совершенно не в стиле Михаила Задорнова. Он и о болезни-то своей пытался не распространяться, как всякий мудрый человек. А уж о религиозности или о таких поступках, тем более, навряд ли. Хотя, ну, что мы можем знать о человеке, который всегда меняется, где-то умнеет, где-то слабеет. Я никак не берусь вообще судить этот поступок. Сейчас я говорю о провокации телеканала и пропагандосов, выражаясь языком Михаила Задорнова, пропагандосов, которые жарят своих желтых уток на его смерти. И вот что неприятно. Ну, а православие Михаила Задорнова перед смертью, как говорится, пусть Бог ему будет судьей. Я лично с трудом представляю, чтобы я позвал папа к себе, умирая. Я мог бы, например, в этом сомневаться в своем решении, но у меня была такая ситуация. Я практически смотрел в глаза смерти, лежа на больничной койке перед операцией. У меня даже мысли не возникло. Это было настолько противоестественно вообще мне позвать папа, чтобы меня крестить. Мне, в общем-то, современному человеку, атеисту, ну, нет, атеистом меня назвать сложно, но, тем не менее, человеку, который очень далек от всякой партийности, в том числе и религиозной партийности. И, в общем-то, Задорнов был для меня единомышленником в этом. Вот, поэтому вот к этому решению, к его охристианиванию, или не знаю, как это называется, я и отношусь как к какой-то провокации. И подозреваю, что это уже не та провокация Михаила Задорнова, которую он устраивал, высмеивая ту же самую церковь и, в общем-то, одурманенных людей. Я подозреваю, что это уже провокация глобального какого-то идеологического порядка. Вот есть у меня вот такое чувство. Без каких-либо фактов, как говорится, это мое субъективное мнение, предположение. Но я отношусь ко всем событиям и к людям как артист. По принципу верю, не верю. Вот в данном случае у меня есть какое-то большое недоверие и сомнение. Я не могу понять, чья это провокация. Последняя воля Задорнова или желтые жареные утки пропагандосов на его поминках.